Ребята, всем привет! Мы сегодня приехали на один крестьянский двор. Тут вроде бы как в поле, в этом вот кукурузном, вырезан лабиринт для детей. Мы, правда, тут по лабиринтам села ездили так долго, пока нашли, где можно припарковаться. И теперь я вижу, Дашка, что тут ничего нету. Смотри, тут нету ничего. Интересно, но тут должно что-то быть, потому что, посмотрите, сколько машин припарковано. Мы просто не нашли дорожку нужную. Смотрите, мы таки нашли это место, тут цветы, которые можно самим резать, самим оплачивать. Детская горочка всякие разные, лазалки, прыгалки. Нравится, так? Да, смотри, уже елочки. Фанатик Нового года проснулся. Да, проснулся я. Проснулся и радуется. Смотри, чем они украсили елочки, Дашуль. Да, только не трогай, Кисюльки, настоящие. Украсили елочки тыковками. Красота. Так, теперь ищем. Так, теперь ищем. Еще один командарь. Да. Смотрите, сколько разных сортов тыкв. Это все разные сорта. Невероятное количество, да? Я буду... Да, Дашуля, поставь, пока мы потом выберем что-то особенное. Классное. О, какие они классные. И вот такая шапка. Шапка, точно. На голову. И вот такая шапка. Да. И вот такая. Только не трогай все подряд. Смотри, тут уже кто-то собрал корзиночку себе, да? Да. Кивано-рунт. Это полночка. Колется? Да. А ну потрогай, скажешь нам, колется? Нет. Нет? О, вот этих ты знаешь. Вот это знаешь. А, хотя она называется Red Lamp. Хоккайдо, те, которые я покупаю. Называется. Смотрите. Густар. Да, Дашунечка. Во, там еще больше. Идем посмотрим все. Это все так интересно. И это похоже на Хоккайдо, то, которое я покупаю. И называется по-другому. Ты поставь его на место, Дашунечка. Ага. Не доставай, не доставай. Это сейчас все упадут тебе на голову. Идем. Вон можешь на машинке покататься. Хочешь? Да. Давай, обгоняй. Картенгурки. Какие-то огурцы. Потолок красиво украшен маленькими. Что, Дашунечек? Сейчас пойдем. Это какой интересный, выгнутый. Тут и сухие продаются. Написано для музыки. Или чтобы рисовать по ним. Так, это цена за взрослого человека, за ребенка с 3 до 16, за собак. И вот это дорожки, которые вырезаны в поле. Сейчас мы пойдем по ним гулять. Кукуруза просто нереально высокая. Кукуруза просто нереально высокая. Быстро. Быстро. Быстро? Давай. Мама, не вот так. Подожди, мне надо обойти. Давай. Ой. Мам, кань, гиа, рунта ручит. А, рунта ручит. Мама, не вот так. Супер. Прицеп, или просто подставка от прицепа. Ой, Даша, молодец. Только я очень испугалась. Кто-кто в теремочке живет? Что там было наверху, Дашуль? Ничего не было. Я думала, это как про Машу и три медведя. Там спаленка. Не знаю, мне кажется, это силой мериться. Как-то вот так его надо кинуть. И как далеко ты его кинешь. Вот такая ты сильная. Да. Маме, помочь. Какой помочь? Это ж твоя сила. Идем дальше на пулике? Нет. Идем. Идем, поищем трамплин. Тут еще есть. Так, давай. Занятие для мамы. И для Даши. Готово? Да. Давай. Ребята, всем привет. Мы собираемся в школу. Я Дашку провожу. А ну, стой, стой, покажи собачку. Смотрите, подожди. Даша пришла вчера с вот таким вот мишкой. Тут написано Даша Бродбиг, да? И это значит, что она должна принести какую-то игрушку, с которой она играет и рассказать про нее. Ты помнишь, как ее зовут? Нет. Песик. Так, забор поставили детям. Теперь они тут играют на площадке. Да. И Дашка приходит каждый раз такая перемазюканная, так? Да. Ну, когда мокро было. Сейчас уже нет. 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 Все, Томики? Да. Нет. Нет. Ребята, всем привет. У нас сегодня новый день. А я знаешь, что хочу узнать, Дашуль? Даша, ты вот ходила с собачкой в школу, что там было? Расскажи. Я могла. Что, Досинчик? Погнали с собачкой. А, вы играли с собачкой. А другие... Покусали. Покусали. С собачкой. А, покормили собачку? Ага, ясно. А тут другие детки играли с твоей собачкой? Да. Ага. Она им понравилась? Да. Угу. Они её переодевали, да? Раздевали, одевали, ты говорила, да? Да. Потому что у неё тут платьица эта снимается, да? И одевается. И одевается, правильно. Снимается. Да. А другие детки тоже пришли с игрушками? Да. Много? Да. И что они принесли за игрушки? Один кошечка, как моя. Кошечка, как твоя? Серьёзно? Да, да. Ничего себе. Вот это да. И что ещё принесли? Курючук. Курочку? Курябушку. Курочку-рябушка. Ну, ясно. Ой, такая фантазёрка. Курочку-рябушку. Ясно. А ты сейчас что делаешь, Дашуль? Я всё не знаю. Покормлю... Покормлю... Малышку. Покормишь малышку. Ой, ты такая заботливая. И что ж она у тебя кушает? Это малышка. Малышка. Это цветная капуста? Да. Она любит цветную капусту? Да. И брокколи. И брокколи. И огурчики. Ничего себе. И что ещё? Томата. Помидор. Помидор. Ой, всё падает. Всё падает. Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ладно, ты ещё пока что она любит. Я покажу шкафчик наш, который был. Вот это был у Даши такой шкафчик для бебеборновских одёжек. Это я проволокой обкрутила подоконник. У нас, видите, какой там просто как бы отдельная доска идёт. И можно под низ проволоку протащить. И вот я с двух сторон взяла такую толстеную проволоку. Гнула её плоскогубцами. Ну и вот на самом деле она достаточно хорошо держится. И тут у нас висели все Дашулькиные одёжки от Бебеборна. Бебеборновские одёжки, да. Но когда появился шкаф, то уже тут осталось только чуть-чуть, а всё перекочевало туда. Так? Мама? Да. Сажусь. Вот там? Сажусь. Да. Ага. Ой. Она что, любит яйца? Да. А, ну теперь ясно, что она любит. Я тоже. Ты тоже? Угу. Какие сырые яйца ты любишь? Да. Да? Да. Да. Да, да. Макарин. Что у меня? Я сейчас смотрю там. Сердечко вот такое? Сердечко цветок. Эм, бантик, наверное, какой-то. Я уже не помню. Нет. Ты куколка у тебя одна из первых. Мам, не можешь начать? Снимай. Нет. А потом сделаешь ей такую прическу? Дашка научилась завязывать резиночки сама, так? Да. Покажешь, как ты это делаешь? Давай. Получается очень хорошо. Не пропись, кисельки. Молодец. Умничка. Ходит, меняет себе резиночки всякие разные, да? Это Дасюлька. А у меня сегодня обновки. У меня вышел мастер-класс на канале по бисеру, по вот таким вот сережкам градиент. И к ним идет вот такой вот браслетик. Тут один ряд темно-голубой бисер, второй ряд светло-голубой, а посередине градиент. От темного к светлому, потом серебряный, и с другой стороны все то же самое. Вот так это выглядит. Вы знаете, я голубой цвет не очень люблю, но когда я увидела этот бисер, я просто подумала, надо что-то, и желательно не один ряд, а побольше. И получился вот такой вот браслетик. Этот бисер, он огонек, да, с серебряной нитью, и причем у него дырочка квадратная. И вот он так блестит, он блестит намного сильнее, ярче, чем обычный огонек. И это как, ну, при искусственном свете, а на солнце там вообще просто мерцает, мигает. Ты хочешь куколку кормить? А я пойду на улицу и покажу вам наволочку. Нет, маме, ни шуму! Так, помните вот эту часть, вот эту вот, с дырочками, да, сеточка? Вот столько я уже сделала, это примерно одна треть. Ну, тут еще много работы. Я нашла для себя способ, как работать быстрее, да, потому что, ясное дело, каждый приспосабливается под себя. Тут у меня вот до сих пор в коробке все это лежит. Уже некоторые цвета позаканчивались, но эти бумажки я вот и оставила пока тут. Так, значит, где я вообще остановилась, потому что я уже пару дней не делала. Раз, два, три, четыре. Так, получается, сейчас посмотрела, я дошла вот до этого ряда. Мне еще 40 рядов осталось. Так. Сейчас у меня по плану голубенький. Вот я беру голубой цвет. Где он там? Это начатый? Нет, вот это начатый. Вот. Так. Вся хитрость, как бы нехитрость, да, заключается в том, что сначала надо положить ниточку, потом завести крючок сверху голубой нитки, но под сеточкой. Ну, а потом все то же самое. Заводятся нитки. Так. Крайняя немножко тут узковатая тянет, а все остальные намного легче делаются. Ставьте все шаги. Что ты хочешь сказать, Дешуя? Мам, я тебе тоже видео снимаю. Ты хочешь тоже видео снимать? Да. Ну, давай, поснимаю тебя немножко. Что ты хочешь делать? Что ты будешь делать? Яички распить, молоко чуть-чуть, молоко полугода. Это что у тебя там? А еще пять молоко. Пять миллилитров? Пятьдесят миллилитров молока? Да. Так, много молока. Один, два, три. А еще три яички. Это одно. Одно яйцо. Один. А, ты делишь белки и желтки? Да. Желток это до скельбы. Она даже может айс трясать. А, все вместе, да? Нужно вот так. Бить, бить, бить. Баба била, била, не разбила? Нет. А Даша била, била, разбила? Нет. Тоже нет? Нет. Один. Третье. Один. Два. Два. Ага, третье яйцо. Ребята, ну что, я тут буквально за пару минуток сделала еще чуть-чуть дальше вот эту голубую часть. И тут на самом деле надо работать ровно по рядам. Да, чуть-чуть. Потому что, когда вот делаешь несколько рядов подряд, неудобно потом начинать. Но я тут сделала два подряд, потому что голубой заканчивается ровно в том же месте, где нижний ряд и верхний, короче, заканчиваются в одном месте. Так, ребята, у меня тут еще есть одна посылочка от фирмы Silk Silk, и они производят шелковые вещи. Это какие-то там ночнушечки, пижамки, вот такое. Они меня спросили, если я хочу вас познакомить с их продуктом. Я сказала, да. Мне предложили выбрать, там было пять позиций, да, выбрать одну. Я выбрала такую, которую можно носить подвязанное платье, потому что вот это мое платье треугольничками, то, которое Даша в этом году так часто носила, я не могла носить из-за того, что никак не могу найти себе вот этот чехол под низ. У меня уже была идея пришить к нему намертво какой-то чехол под низ, чтобы носить, но снова не нашла. Я нашла однажды один чехол, ну как подклад, да, будем его назвать подклад. Он классный, он обтягивающий, но он очень длинный, и я не могу его носить. Я сначала думала, буду его подтягивать и весь этот лишний материал на талии прятать, но тогда получается, что талия широкая, и это не совсем то, что хочется иметь. И тем более, как ты сверху еще надеваешь вязанное платье, оно все равно добавляет еще объемчики. И я подумала, может быть, вот это будет именно тот вариант, который можно будет носить под вязанное платье. Так, давайте раскроем. Силки, силки, это фирма, которая производит шелковые вещи, да. Вот, смотрите, какая упаковочка сзади, крафтовая застежка, нижек, нижек. О, цвет такой, как я заказывала. Это что? Это такая кофточка, ночнушечка. А ты себе такую хочешь? Да? Мам, можно я достать? Так, по длине, а ну стой, по длине дай я гляну. По длине она должна подойти. В общем, сейчас что? Сейчас пойдем ее гладить, и потом я примерю ее, и примерю сверху платье, и посмотрим, вдруг это именно тот вариант. На ощупь приятное. Кстати, у них там на... в этом магазине есть не только шелк, потому что, ясное дело, шелковые вещи стоят своих денег. Есть из вискозы, но вискоза под шелк. Вот у меня есть такие, например, ну как их назвать? Я их называю летние платья, потому что я в них по дому хожу летом, когда жарко, да? Но это не этим летом. Этим летом было очень холодно. И вот они, ну по ощущениям, как шелк, да, но вискоза. Поэтому можете заглянуть, посмотреть, что у них там есть. Кстати, для вас будет даже скидка в 10%. Я напишу этот код в этом, ну вот тут напишу, и оставлю код в описании к этому видео. Так, идем гладить, да, шелик? Да, хочу тоже вот такое платье. Можно обожать, чтобы стоять, мама? Тебе нравится мое платьице? Да, я хочу тоже вот такое. Можно же просто закрасить? Заказать для тебя такое платье? Да, маленькое. Маленькое? Посмотрим. Ой, девочки, девочки. Так, идемте гладить. Очень-очень-очень-очень. Чуть-чуть красая. Чуть-чуть, да? Только чуть-чуть. Да, я смотрю, смотрю. Я говорю тебе, Даша, она большая на тебя. Нет. Большая, я говорю. А, как красиво он. Ты себя просто принцессой ощущаешь, да? Да. Дай мне тоже себя принцессой почувствовать немножко. Смотрите, тут лежит гарантия, и написано, что это 100% Малбер и Силк. Просто когда вяжешь, есть тоже пряжа, которая на 100% состоит из Малбер и Силк. Так, заливаю воду. Кто там тарабанит, Даша? Это ты? Здравствуйте. Ой, ёлки-палки. Это ты кто? Я принцесса на Даша. Ты принцесса на Даша? Ну, так я и поняла. Что это для вас? Это для Силканана. Это для Силканана. Даша, ты пришла ругаться. Я вообще-то тут... Ой. Оставила этот вот утюг. Я просто как увидела, Даша, что ты делаешь, у меня аж всё это вот оставила. Чуть не припекла. Ну, видите, не впервые, да, уже припекают. Давай, Даша, снимай. Я тут вообще-то стирку делаю. И пришла вот погладить. А ты принцессина у меня. В ночную ушки. Только нацепила шёлк, сразу ощущаешь себя королевой, так? Мам, и можно... У меня на канале по бисероплетению тоже была вот эта коронка. Я её делала. Даши ещё даже в планах не было. Я думаю, вот будет лежать, что мне с ней делать? Смотрите, время пришло. И тут принцесса появилась. Она падает, так? Вот, мама, вот, как так. Так, ой, а я сюда подчусь, Далю, Анна. Ой, 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 ой. Ух, страшно-стряшно гладить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну я тут поставила силк, шёлк. Вон, покажи шёлк. Шёлк. Ой. Ой, 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 ой. Ну, в общем, там шёлк стоит, да? Да. Горяченько всё равно. Посмотрим, как мама гладит. Как мама гладит. Ай, смотри. Моя ваше сгибает. Сначала надо бы, конечно, постирать её. Ой, ой. Так, я на свой европейский сорок-сорок два заказала размер L. По виду вроде бы подходит. Так, по виду вроде бы я с него влезу. Да. Проверим. У меня там уже стирка. Ауа, горячо. Стретья принцесса исчезла. Осталась только корона в тазике для белья. Я эту кофту, как её, платьице, да, Даши на принцессе на платье погладила. Оно прям хорошо разгладилось вообще, на удивление. Сейчас пойду примерю и узнаю, подойдёт ли оно под платье или нет. Так, ну что? У меня слегка поломался штатив. Камера плохо держится. Поэтому не знаю, что будет видно, но надо сказать, вот по моим ощущениям, платье это село просто очень хорошо. Надеюсь, оно подойдёт как подклад к тому, чему мне надо. Кто тут кашляет? Так, как бы это показать? Ну вот, смотрите, так. И вот так. И вот так, да, там вырез такой у нас пунь. Так, теперь чуть-чуть пониже. Дело в том, что у неё телефон теперь плохо крепится, а к телефону крепится камера. Ну и вы понимаете, что она там всё болтается, как хочет. Это размер 40-42 европейский или L китайский, да, и хорошо так всё. Вот об этом платье шла речь всё время. Да! Да, как у тебя, да? Что видно? Ничего не видно, да? По-моему, оно длиннее, что ли, стало. Я его этим летом вообще не носила ни разу. Конечно, надо походить, чтобы понять, оно там держится, не держится, падает, не падает. Ой, так. Если этот подклад на самом деле подойдёт, то счастью моему не будет предела, потому что я бы с радостью носила это платье чаще. Оно без подклада, конечно же, никуда в нём. Смотрите, у меня был вот такой подклад. Но проблема в том, что он очень длинный, и когда я его надеваю, он ещё вот столько торчит из-под платья, неудобно. В этом я пока хожу, пока он не задирается. Самое неудобное, это, конечно, когда он задирается наверх. Пока что вот он держится на том уровне, на каком был. И иди сюда, Дашустик. Вот они мы. Помните? Этому платье уже сколько лет этим платьем? Да. Уже очень много, да? А мы до сих пор их носим. Да. Дашка вообще часто в этом году носила, и, наверное, это последний раз, так? Нет. Нет? На следующий год тоже будешь носить? Хорошо. Ребята, в общем, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам, что, хорошей недели, да? Потому что это видео выйдет, скорее всего, в понедельник. И у нас это последняя учебная неделя, а потом две недели каникул. Даш, ты в курсе? Да. Потом две недели каникул. Да. Ты уже скачешь в каникулы? Я скачаю. Я скачу. Я скачу. Прямо в каникулы? Да. Давай, скачи. Говори, всем пока. Да, надо же правильно сесть, а то. Упасть. Можно упасть, да. Пока. Всем пока. Пока. Ребята, ну что вам сказать? Я тут разбираю вещи, захожу, а... Да. А мои эти вот вещи уже полностью в обиходе. Даша теперь как настоящая принцесса. Да. На коне. Куда скачешь? Да. Я думала, ты в каникулы скачешь, а ты в тридевятое царство, в тридесятое государство. А где корона, Дашка? Знаешь, где ты свою корону забыла? Да. В коробке для белья, ты помнишь? Стой, мама, стой. Сейчас. Продолжение следует...